Октябрь для Казахстана традиционно является месяцем отставок правительства. Данная традиция зародилась еще в 90-х, ведь именно в этот месяц в разные годы были смещены правительства Узакпая Караманова, Сергея Терещенко и других. Конечно, Назарбаев немного поменял традицию, не отправлял правительство в отставку в разные месяца. Также Итакаев еще не определился с любимым месяцем, но посылы о новых перестановках уже звучат. Октябрь отмечены другими юбилеями. Нурсултан Назарбаев выступил со своим самым известным посланием в этом месяце. Это послание 1997 года под названием «Казахстан 2030. Процветание, безопасность и большое благополучие всех казахов». Нурсултан Назарбаев изначально придерживался двух основных принципов – стабильности и согласия, которым после принятия новой конституции добавился и казахский патриотизм. В экономической политике кредо первого президента описывалось как создание и расширение социально ориентированной рыночной экономики. Назарбаев не поставил перед правительством ничего невозможного, ни цели, которые были озвучены, в основном были достигнуты, так сказать. Государство создано, стабильность сохраняется, идет консолидация, а экономический рост достигнут за счет использования нефтегазовых ресурсов. Социальная помощь была, благополучие зафиксировано после кризиса в конце 90-х годов и на фоне роста цен на энергоносители в течение следующего десятилетия. Транспортная инфраструктура по-прежнему является предметом многочисленных правительственных программ развития транзитных мощностей. А кроме того, был создан очень современный бюрократический аппарат, и государство все еще усердно работает, чтобы сделать его эффективным. Приоритеты, обозначенные в программе до 2030 года, сегодня кажутся актуальными. А кроме того, президент Казахстана Касым Жамар Такаев предложил назначить бывшего президента Назарбаева председателем Совета Старейшин Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел республики Акан Рахметуллин на встрече министров иностранных дел стран-участниц СВМДА. Сегодня мы собираемся принять постановление о Совете Мудрецов. Во время встречи с нами президент Такаев предложил кандидатуру господина Назарбаева на пост главы Совета Мудрецов, сказал Рахметуллин. Создание форума СВМДА было инициировано Казахстаном в 1992 году. Участвуют 27 азиатских стран. Еще 8 стран и 5 международных организаций были приглашены в качестве наблюдателей. На сайте обсуждаются региональные проблемы и развитие практического сотрудничества в пяти сферах – экономика, военная политика, люди и окружающая среда, а также вопросы в контексте новых вызовов и угроз.